Святаго Иоанна Злокоустова на книгу деяний апостольских. О смиренно мудрый! Не будем считать ничего своим, так как и самая вера не есть наша собственность, а что она принадлежит не нам, но более Богу. Послушай Павла, который говорит, «И сиение от нас над Божий дар» Ефесянам 2.8. «Потому не будем высокомудрствовать и превозноситься. Мы люди, земля и пепел, дым и тень. Скажи мне, в самом деле, чем ты превозносишься? Тем ли, что ты подал милостыню и раздал имущество? Ну что из этого? Подумай, что было бы, если бы Бог не восхотел сделать тебя богатым. Подумай о бедных, или лучше вспомни, сколь многие пожертвовали, притом и самым телом своим, и многим другим, и пожертвовать считали себя ничего не сделавшими. Ты подал для себя, а Христос предал себя для тебя. Ты отдал должное, а Христос не был тебе должен. Вспомни о неизвестности будущего и не высокомудрствуй, но страшись, не унижай добродетели гордостью. Хочешь ли поистине сделать что-нибудь великое, никогда не считая своих добрых дел великами? Но ты пребываешь в действенниках. И те были девами, Матфея 25,3, но не получили никакой пользы от детства по своей жестокости и бесчеловечию. Нет ничего равного смиренно мудрю. Оно источник. Корень, питатель, основание и союз всего доброго. Без него мы жалки, скверны и нечисты. Представь, если хочешь, что кто-нибудь воскрешает мертвых, исцеляет кромых, очищает прокаженных, но с гордостью. Ничего не может быть хуже, нечистивее и виновнее его. Не считай ничего своим, обладаешь ли словом и даром учительства. Не думай, что ты через это имеешь что-нибудь больше других. Потому в особенности ты должен смиряться, что удостоился больших даров. Кому больше дано, тот должен больше возлюбить. Лука 7,47. Потому тебе и должно смиряться, что Бог, минуя других, призрел тебя. Поэтому страшись, так как это часто служит и к твоей погибели, если не бываешь внимательным. Чем ты превозносишься? Тем ли, что учишь посредством слов. Но любомудрствовать на словах легко. Но учи меня своей жизнью. Вот самый лучший способ учения. Ты говоришь, что надо мной быть умеренным. Ведешь об этом длинную речь и витействуешь, разглагольствуя неудержимо. Но гораздо лучше тебя тот, все скажут, кто учит меня этому делами. Обыкновенно. Не столько внедряются в душу наставления словами, сколько делами. И если ты не имеешь дел, то, разглагольствуя, не только не приносишь пользы, но больше причиняешь вред. Лучше бы молчать. Почему? Потому что предлагаешь мне дело невозможное. Если ты, который говоришь так много, рассуждаю я, не исполняешь этого, то тем больше я достоин извинения, который ничего не говорю. Потому и сказал пророк. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои. Псалом 49, 16. Гораздо больше вреда в том, когда кто, хорошо получая словами, опровергает свое учение делами. Это стало виною множество зол в церквах. Потому простите, прошу вас, если речь наша доля остановится на этой страсти. Многие делают многое для того, чтобы ставшие на середине говорить продолжительно. Если они удостоятся рукопрескания от народа, то бывает с ними тоже. Как бы получили они царство. Если же окончание их речи сопровождается молчанием, то это молчаливое уныние бывает для них мучительной самой гиенны. Это так неизвратило церкви, что и вы ищете слышать слово не обличительное, но могуще услаждать вас и произношением, и составом речи. Как будто вы слушаете певцов и музыкантов. И мы холодным и жалким образом стараемся угождать вашим желанием, которое следовало бы отвергать. И бывает тоже, как если бы какой отец своему слишком нежному и при том больному сыну давал пирожные, прохладительные, и все, что только услаждает, а полезного, ничего не предлагал. И потом, на замечание врачей, стал бы говорить свое оправдание, что же делать, я не могу видеть плачущего сына. Несчастный, жалкий предатель. Ведь я не назову такого отцом. Не гораздо ли лучше было бы причинить кратковременную скорбь, возвратить ему совершенное здоровье, нежели временное услаждение сделать причину и всегдашней скорби. То же бывает и с нами, когда мы заботимся о красоте выражений, о составе благозвучности речи, чтобы доставить удовольствие, а не принести пользу, чтобы возбудить удивление, а не научить, чтобы усладить, а не обличить, чтобы получить рукоплескание и отойти с похвалами, а не исправить нравы. Чтобы, исполняя все, как благоугодно Богу, нам сподобится его человеколюбие, благодатью и щедротами, единородного его Господа нашего Иисуса Христа, с которым отцу со святым духом слава держава, честь ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. 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 éch Foi. Аминь. Гретья Had pronomeя подnor. Господи Иисусе Христе Сыни Божий, помилуй нас. Аминь. Гретья Святого Иисусе Огриста, Блажите Тя, Богородицу, признавлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафин, без искления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величает. Слава Господь наш, и живите на небесе, да светится имя Твое, да придется Свет Твое, да будет воля Твоей, яко на небесе и на земле. Хлеб наш, и сущный, дашь нам низ, и оставим на долге наши, якою жив, мы оставляем в ладжиком нашим, и не бейти нас в искушение, но избави нас от лукавок. Ибо Твое, царство и сила и слава вовеки. Аминь. Помяни Господи, ладыку нашего, митрополита Лариона, епископа Евтихия, протерея Кима, дьякон Евгения, чеца Игнатия, помоги в их трудах. Помяни Господи, путешествующих, Никиту, Игоря, Нину, Алексея, помоги им Господи в пути. Пошли в доброго ангела-хранителя, избави Господи от всякого несчастья, злых и недобрых людей и возврати их в мире. Помяни Господи, сили болящих, протерея Кима, Игнатия, Сергия, Балерию, Василия, Марию, Анну, Раису, Александру, Валентину, Александру, Татьяну, Валентину, Надежду, Неанилу, Валентину, Валентину, Неанилу, Тамару, Лидию, Галину, Людмилу, Надежду, Татьяну, Валентину, Валентину. Помоги им Господи. Помяни Господи, сродников наших по плоти близких, неверующих, отступивших от Тебя, и Тебя не ищущих, Господи, Ты сам знаешь, какими путями, приведи к Твоему познанию. Тебе же подобает холла и слава за все, Отец и мой Святой Дух. Благослови Господи на всякое время. Вынух, о гостих моих, О Господи, похвалится душа моя, Да услышат Твоцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, И вознеси милее во вкупе, Звезда Господа и услышанья, И от всех скобей моих избавимя. Благослови Господи на всякое время. Благослови Господи на всякое время. Благослови Господи на всякое время. Песня. 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 ради Пречистятой Матери и Преподобных, Богоносных Отец Наших, Преподобного, Савва Священного и Всех Святых, помилуй нас. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, будь неустив к нам грешен, создавший нас, Господи, помилуй нас. Вячеславный совершен, Господи, прости нас грешен и помилуй. Воскресное богослужение окончено. Следующее богослужение у нас в храме будет в обычное время, в субботу, в 16 часов. Поехали. Спасибо. Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за 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 субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok